Добрый день, коллеги! Я рад всех вас приветствовать. Спасибо всем, кто нашел время собраться сегодня возле экранов компьютеров. Представлюсь я, Голубев Сергей Юрьевич, руководитель термологического портала «Орган зрения». И в течение ряда лет мы занимаемся в том числе проблемой, о которой сегодня будем говорить. Еще раз давайте проверим. Да, все, вижу, что хорошо. Итак, коллеги, мы начинаем сегодняшний наш разговор. И прежде чем я объявлю его тему, я просто хочу сказать, что вообще синдром сухого глаза в вопросах и ответах, это всегда некая такая ответственная часть нашей работы, поскольку мы с одной стороны не знаем, о чем вы нас спросите, с другой стороны получаем от вас вопросы, за что вам всем большое спасибо. И, собственно, эти вопросы ложатся в основу подготовки того или иного доклада, сообщений, лекций, посвященные теме, о которой мы сегодня будем говорить. Еще раз добрый день. И вы знаете, готовясь к сегодняшней нашей встрече, я пересмотрел те вопросы, которые поступили, и как-то вот столкнулся с определенной такой, знаете, дилеммой. Образование и самообразование, особенно в интернете, оно подвержено, знаете, таким метаморфозам. Вот одна из них перед вами. Это школьный задачник, где учеников, ну, соответствующего возраста, естественно, попросили ответить на простой вопрос, чем занимается белка. Вот. Правда, вместо белки здесь некое другое животное. И вот отчасти в информации, в том числе о препаратах для лечения синдрома сухого глаза и вообще об этой проблеме бывает довольно много нестыковок. И вот для того, чтобы это все нивелировать, мы, собственно говоря, и ведем вот такие вот образовательные проекты. И сегодня мы отвечаем на вопросы специалистов. Хотя отчасти напомню, что каждый из нас когда-нибудь становится пациентом. Поэтому вопрос такие вот несколько смешанные. Мы делаем это уже не первый раз. Вот 20 сентября 2016 года у нас тогда было, кстати, больше 150 подключений. В феврале 2017-го это уже было больше 200 коллег приняло участие в нашей работе. За что всем еще раз повторяю большое спасибо. Итак, к сегодняшней теме. Мне бы сразу хотелось отметить главное в сухом глазе, в этой проблематике. И это здесь вот крупными мазками. Во-первых, сухого глаза глазу не избежать. Мы, в общем-то, меняемся, к сожалению, в одну сторону. И это, знаете, как седые волосы. Рано или поздно он все равно появится. С другой стороны, по-моему, некой такой неизбежности лечения с синдромом сухого глаза это лечение пожизненное. Поскольку не хватает некой увлажняющей среды и организм ее постоянно восполняет. А раз это у него не получается, значит, некое такое восполнение должно производиться извне. То есть, введением в глаз тех или иных веществ, которые позволяют убрать недостаток или как-то изменить качество собственной слезной пленки. Еще один важный момент для понимания синдрома сухого глаза. Синдром сухого глаза рано или поздно становится синдромом красного глаза. То есть, сухой глаз становится красным. И наоборот. И вот эти важные моменты необходимы для того, чтобы, общаясь с вашими пациентами, покупателями, неважно в каком качестве будет этот человек, вот это внутреннее представление синдрома сухого глаза должно помочь и в том, как выбрать среди слезозаменителей тот или иной нужный этому пациенту или этому покупателю препарат. И отчасти эта проблема хорошо освещена. Но отчасти мы уже этим занимаемся с врачами достаточно долго. Ведем этот проект с профессором Брыжевским Владимиром Селычем. Называется он так вот «Водная среда». Но этот проект расширяется. И вот совсем недавно на Ярошевских чтениях это очень серьезная термологическая конференция в Самаре мы провели аналогичный вот такой вот круглый стол уже для специалистов, которые занимаются пластической хирургией и вообще серьезными видами глазной патологии. Вообще этот проект такой получился уже достаточно обширный. В разных городах мы встречаемся с докторами и в общем-то делимся впечатлениями и своими знаниями по этой проблематике. Вот отчасти эти же самые материалы легли в основу и сегодняшнего нашего с вами разговора. Итак, сегодня мы разговариваем с первоосторниками. Еще раз спасибо всем, кто присоединился. Спасибо вот за ваши комментарии. И с гордостью, отчасти с белой завистью могу сказать, что первоосторники везде первые. Чаще все-таки пациент наш приходит сначала в аптеку, а уже потом к нам. И немаловажно насколько сотрудник, которого встречают в аптеке, ориентирован и главное, какие рекомендации он даст этому человеку. Более того, это не так-то просто, поскольку не только с сухим глазом приходят пациенты, там вот за вашей, за спиной, простите, у этой девушки замечательной куча других рецептур, и поэтому сегодня мы ограничимся как раз на том, что близко нам, а именно на синдроме сухого глаза. И первостольники, опять же, говоря о их работе, знания очень обширны, гораздо больше, чем у докторов по целому ряду направлений. Но опять повторяю, почему мы об этом говорим, что синдром сухого глаза, мне бы хотелось, чтобы это все отложилось у вас в памяти, такая вот необычная картинка, что сухой глаз далеко не так безобиден. Очень часто синдром сухого глаза приводит к тому, что пациенты самостоятельно отменяют назначенное им лечение. И поэтому такой комфорт, созданный для глазной поверхности, для глаза, может стать серьезным подспорьем для лечения уже основных заболеваний или самого синдрома сухого глаза. Поэтому, повторяю еще раз, не все так, а просто в этом. И поэтому сегодняшний наш разговор так и озаглавлен гиуроновая кислота для глаз, как помочь покупателю сделать правильный выбор. И вот сегодня мы на этом и с вами сосредоточимся. Итак, для того, чтобы понять, какие капли и чем они, собственно говоря, в глазу занимаются, вернемся к тому, вообще, чем занимается слеза, которая есть у каждого из нас. Вы знаете, напомню, может быть, кто-то этого и не знает или кто-то это уже слышал. На самом деле, вот эту красоту мира без слезной пленки человек бы просто не видел. Именно слезная пленка это та преломляющая среда, которая обеспечивает появление резкого изображения на сетчатке. То есть, без слезы человек превратился бы, в общем-то, в слепца. И все в жизни начинается со слез. Первый крик, первая любовь, что хотите. И отчасти слезы сопровождают и радостные, и грустные события нашей жизни. То есть, без них никуда. Но дальше начинается интересное. Дело в том, что слезы оказываются разные. Вот на схеме собственно главный источник слезной жидкости это слезная железа. Она примерно здесь расположена. У этой слезной железы есть протоки. Они напоминают вот как душ. Этот душ из слез орошает полностью поверхность глаза и рано или поздно там попадает в нос. Поэтому, собственно, когда мы плачем, мы вот немножечко шмыгаем носом. Тонкости какого рода слезной жидкости образуются за сутки иногда до двух литров. А вот слезной пленки, которая покрывает всю глазную поверхность, ее значительно значительно меньше. Всего лишь два миллилитра в сутки. Более того, это очень строго ориентированная в пространстве жидкость, которая состоит из нескольких слоев. Сверху она покрыта липидами, именно поэтому посмотрите на себя в зеркало, глаза всегда блестят, такой зеркальный красивый блеск, магический особенно у женщин. Так вот, это липидный слой, затем идет слой, так скажем, условно связанной воды, и вот самое интересное, что вся эта конструкция отчасти как бы прилипает к поверхности роговицы, почему прилипает, поскольку здесь есть так называемый муциновый слой, это белки, которые скрепляют поверхность роговицы собственно со слезной пленкой. Если бы этого не было, то поверхность роговицы просто бы отталкивала воду. Поверхность роговицы воду абсолютно не любят, потому что внутри роговицы в воде делать нечего. И вот такая очень сложная среда, это фактически самостоятельный орган, как рука, нога, что хотите, я представляю, без этой тончайшей слезной пленки мы бы с вами ничего не видели. Так вот этот фактически самостоятельный орган живет всего-навсего 10 секунд. Через каждые 10 секунд в норме совершаются мигательные движения иногда чаще и слезная пленочка возобновляется. Так вот возобновление этой слезной пленки это работа огромного количества желез, каждый из которых и вырабатывает тот или иной слой. Почему мы так подробно об этом говорим? Потому что фактически синдром сухого глаза можно свести к двум проблемам. Это когда слезы условно мало или слеза недостаточно по своему качеству она быстрее исчезает а следовательно быстрее ее нужно возобновлять и в этой ситуации при таком недостаточном качестве слезы и развиваются проблемы связанные с синдромом сухого глаза. Чем опасен синдром сухого глаза? Мы отчасти это уже говорили но я повторю напомню для того чтобы эта картиночка появилась на сетчатке нужна слезная пленка. Эту слезную пленку пожизненно вырабатывают достаточно большой и сложный аппарат. Представьте себе человека без слюны он бы погиб то же самое касается слезной пленки то есть значение слезной пленки очень и очень серьезно и поэтому в глазу это полно всевозможных барьеров которые не дают просто так проникнуть внутрь вот такого очень важного анализатора и вот этот первый барьер извне это вот как раз и барьер из слезной пленочки вот такой тоненькой изящной но посмотрите как она и с чем эта слезная пленка взаимодействует посмотрите это вот увеличенный роговичный эпителий он постоянно обновляется изнутри его подпирают более такие цилиндрические клетки а сверху вот такие тоненькие они смущиваются и в общем-то благодаря вот такому постоянному обновлению это кстати самая обновляемая часть человеческого организма быстрее ни одна другая клетка размножаться не может и вот именно такое обновление и обеспечивает нам с вами хорошее зрение надеюсь все меня видят вроде так по комментариям так и есть но когда развивается тот или иной скажем так такая некая поломка так условно назовем ее слезной пленки а глазная поверхность начинает страдать и вот здесь тоже любопытная вещь на которую мы в обиходе редко обращаем внимание а что же собственно говоря сохнет в глазу вот перед вами глаз человека такой замечательный красивый вот так вот посмотрите это площадь роговицы собственно сюда все внимание направлено давайте увлажнять роговицу давайте заниматься тем чтобы восстанавливать ее эпителий но посмотрите площадь глазной поверхности это не только роговицы это достаточно обширный по протяженности участок и конъюнктивы вот то что вы видите белым склера это так ага это не ко мне извините этот комментарий технический простите да так вот площадь конъюнктивы совершенно сопоставима она даже больше чем площадь роговицы более того посмотрите ведь есть еще и та площадь которую мы не видим она находится за веками вот это так называемые конъюнктивы век конъюнктива сводов и именно здесь расположены те железы которые продуцируют слезную пленку и когда та или иная патология развивается то еще раз повторю она захватывает всю площадь глазной поверхности это важно для понимания того каким способом можно воздействовать на глазную поверхность и вот как ее главное увлажнять и так говоря о глазной поверхности сразу скажем важно она очень ранима мы живем в общем-то в условиях как правило городов или в общем-то не всегда самого там кристально чистого воздуха и любая какая-то сила внешняя это могут какие-то микрохимические агенты свет яркий что-то еще это может так или иначе воздействовать на глазную поверхность и вызывать тот или иной ответ или в виде сухости или в виде воспаления напомню что сухой глаз всегда становится рано или поздно красным и вот это воспаление глазной поверхности собственно говоря и становится первой причиной нарушения продукции слезной пленки извините со всеми вытекающими последствиями поскольку это воспаление уже требует совершенно другого лечения и длительного и не самого простого и поэтому очень важно вот то как бы развитие этого состояния начинать увлажнение и в общем-то тем самым препятствовать переходу синдрома сухого глаза уже в синдром красного глаза и вот почему собственно говоря слезная пленка она и занимается этим то есть это без всяких внешних то есть усилий глаз старается обеспечить нам с вами и комфортное восприятие и всю красоту мира собственно говоря в том что и нашу работу вот такая вот слезная пленочка и эта слезная пленка она нарушаясь ну вернее нарушение этой слезной пленки к нарушению этой слезной пленки могут привести различные причины я попытался так вот в образах немножечко показать как это происходит и начнем с самого современного вот некий такой собирательный портрет сайтолога вот который вероятно стремится как можно быстрее как-то так вот сформировать у себя синдром сухого глаза ну где-то наверное лет 15 назад это было все актуально это и сейчас актуально но это очень серьезно сместилось по возрастной шкале поскольку такие сайтологи теперь у нас есть и вот в таком возрасте и это все поверьте не так безобидно у нас есть уже целый ряд пациентов в возрасте примерно полтора года год и два месяца рекорд у которых развивается синдром сухого глаза поскольку они постоянно общаются с компьютером при общении с компьютером человек реже моргает и соответственно исход износ точнее слезной пленки наступает значительно быстрее убрать гаджет от такого ребенка означает его вылечить слава богу там какие-то дополнительные капель в этой ситуации назначать не приходится помимо возраста которым мы уже несколько до этого побеседовали напомню что целый ряд таблеток и вообще средств которые мы принимаем внутрь для лечения там гипертонии там какие-то нарушения обменных там и прочего прочего также способны эти таблетки вызывать снижение слезопродукции то есть рано или поздно повторяю наступает некий предел и слеза не справляется слезная пленка не справляется со своими задачами она испаряется быстрее чем нам бы хотелось есть еще целый ряд вопросов связанных с таблетками но мы сегодня как-то сосредоточимся на глазной поверхности и обратим ваше внимание на то что контактные линзы любые самых современных моделей они рано или поздно способны также провоцировать развитие синдрома сухого глаза более того таких пациентов будет все больше и больше вот перед вами рост числа пользователей в перспективе на 2024 год то есть так или иначе такие глаза должны быть каким-то образом увлажнены и еще кстати очень важный момент какими средствами пользуется по уходу за контактными линзами пользователь потому что если это делать неправильно то также могут развиваться проблемы характерные для синдрома сухого глаза и поэтому очень часто не лишнее спросить пользуется ли пациент контактными линзами еще и потому потому что далеко не все препараты для увлажнения глазной поверхности можно закапывать на контактную линзу то есть должны быть специальные указания в инструкции еще одна область которая уже не безразлична нам это операции практически любого рода операция на глазу это всегда дозированная травма это ранение и симптоматический синдром сухого глаза развивается посмотрите у 14% после глазной хирургии почему это происходит давайте сейчас немножко поменяемся ролями и вот вы будете сейчас не первостольниками а офтальмохирургами посмотрите почему я об этом говорю чуть попозже я продемонстрирую эти слайды я сейчас немножко переставлю значит говоря об операции и предыдущих причинах мне хотелось бы сделать акцент вот еще на чем коллегия еще до хирургии дело в том что и в нашей практике в практике офтальмологов мы с чем сталкиваемся с тем что даже самые идеальные капли например для лечения гулкомы или другого заболевания так или иначе могут провоцировать развитие синдрома сухого глаза поскольку собственно говоря эти капли не предназначены для увлажнения глазной поверхности а для лечения основного заболевания но вот побочный эффект этих капель тоже описан вот почему для нас крайне важно чтобы глазная поверхность всегда была как бы подготовлена к такому лечению поскольку если на фоне синдрома сухого глаза пациенту назначат любой другой препарат он недопонимает что неприятное ощущение из-за сухого глаза такой препарат перестает закапывать и поэтому коллеги подводя итог вот этой проблеме хочется как-то так вот может быть несколько пессимистично но довольно авторитетно заявить от синдрома сухого глаза спрятаться не получится ни нам ни вам ни нашим пациентам мы рано или поздно с этой проблемой обязательно столкнемся и поэтому очень важно вовремя диагностировать или скажем так заподозрить у этого пациента наличие сухости глазной поверхности для этого существует целый ряд методик но я решил поскольку мы сегодня говорим с коллегами первостольниками перейти как бы немножечко на вашу площадку и так как можно узнать синдром сухого глаза в общем-то как там у классика не отходя от кассы то есть давайте посмотрим что же делают для этого коллеги работающие в аптеках и фармацевты и провизоры и для этого я вот подыскал такое любопытное исследование выполненное в Великобритании посмотрите 227 человек говорили с пациентами синдрома сухого глаза более одного раза в неделю но кажется что то ли они не дорабатывают то ли как-то пациентов в них мало думаю что наши отечественные первостольники делают это несколько чаще любопытно еще вот что в результатах этого опроса 81% первостольников уверенно сказали что вот они диагностируют синдром сухого глаза или вот уверенно или очень то есть о проблеме они информированы достаточно хорошо но дальше интереснее в эти же самые аптеки пришли 50 вернее в 50 этих аптек пришли тайные покупатели то есть это актеры которые имитировали наличие у себя синдрома сухого глаза и вот тут любопытно получилось в среднем первостольники для того чтобы выставить диагноз или заподозрить его потратили примерно 4,5 вопроса ну я не знаю сколько в практике первостольника вы задаете вопрос но вот ориентир вот примерно такой правильный диагноз выставили только половина напомню что изначально правильный диагноз как бы теоретически были уверены в нем 81% опрошенных пополам но при этом 92% опрошенных первостольников сами порекомендовали лечение 8% отправили к специалисту но вот любопытно вот что только 9% опрошенных то есть каждый десятый так скажем спросил покупателя о контактных линзах это повторяю тоже важный момент поскольку не каждый препарат можно на контактную линзу закапывать и поэтому опять возникает вопрос как же тогда выбирать слезозаменители на что нам ориентироваться прежде всего коллеги препараты для лечения синдрома сухого глаза это всегда препараты комфорта поскольку дискомфорт сухого глаза проявляется и становится очень важным определяющим в жизни пациента это может быть самые разнообразные там самые разнообразные признаки но самое главное что это дискомфорт иногда человек ассоциирует с чем угодно но только не синдром сухого глаза он не понимает что достаточно закапывать слезозаменители и в общем-то дискомфорт пройдет но это показатели комфорта одни из самых повторяю важных в выборе терапии другое помимо того что это препараты комфорта это безопасность естественно нам бы хотелось чтобы фармакологи предлагали нам рецептуры которые можно использовать чуть ли не с 0 лет и у молодых и у пожилых в общем у любых людей это уже не всегда удается сделать поскольку вероятно не такая это простая химическая задача и наконец то о чем я еще раз повторяю говорил это контакт слезозаменителя с контактной линзой если в рамках этого контакта будут те или иные изменения и на линзе и на поверхности глаза то такой препарат конечно больше нанесет вреда нежели принесет пользы и поэтому зная вот такие качества слезной пленки мы понимаем что сделать искусственную слезу не так-то просто вот такой вот аналогичный структурированный раствор да еще чтобы его было безопасно закапывать на глаз и он приносил ощущение комфорта синтезировать вероятно не так легко и вот посмотрите любопытное такое на мой взгляд тоже сравнение это княгиня Ксения Александровна это последний практически бал из дома Романовых этих великих княгинь и князей сфотографировали и по их подобию сделали вот такую игральную карту которую собственно говоря еще в Советском Союзе играла вся наша страна вроде бы похожая но повторяю оригиналу не во всем соответствует почему так происходит ну вероятно эта задача повторяю больше к химикам но зная причины синдрома сухого глаза мы можем воздействовать на ту или иную составляющую этого синдрома и здесь выбор то у нас у врачей небогатый мы или воздействуем на симптом на некое проявление синдрома сухого глаза или воздействуем на причину то есть на патогенез повторяю выбор не такой у нас и большой давайте вот немножко так тоже крупными такими вот шагами пройдемся по существующим подходам и так патогенетический принцип терапии синдрома сухого глаза это лечение связано с циклоспорином 0,05% препарат рестазис вот посмотрите если бы этот глаз не был окрашен витальным красителем он был бы вот такой вот весь беленький но когда мы окрашиваем эту поверхность мы видим так сказать масштаб бедствия вот на самом деле где расположено воспаление то есть оно значительно больше чем можно себе представить изначально и вот эту площадь воспаления с ней надо что-то делать ее можно увлажнять сколько угодно но пока мы это воспаление не уберем мы не восстановим собственную слезопродукцию и вот именно воздействие на причину сухого глаза циклоспорин восстанавливает собственную слезопродукцию препарат не содержит консервантов лечение достаточно длительное 6 месяцев но по сравнению с пожизненным это не срок рекомендуется это терапия естественно лицам старше 18 лет беременность лактация не являются в общем-то показанием для этого препарата и его нельзя применять по определению когда такой воспаленный глаз нельзя применять при ношении контактных линз использование рифтазиса не отменяет увлажнение глазной поверхности но повторяющий раз это пока единственный по крайней мере на российском рынке препарат который воздействует на причину этого заболевания но все-таки говоря о более распространенных случаях когда важно устранить симптомы и увлажнить глазную поверхность применяют и целый ряд других рецептур какова задача этих рецептур это во-первых увлажнить глаз эффективно и во-вторых максимально долгое время при одном закапывании по возможности препарат должен увлажнять глазную поверхность как можно дольше ну и естественно это должно быть комфортно и если та или иная рецептура пациенту не подходит то скорее всего ее нужно поменять ну может там не на следующий день посмотреть какая реакция но вместе с тем нужно подобрать ту рецептуру которая для этого пациента будет наиболее подходящей и вот здесь мы приходим как раз к очень большой группе препаратов слезозаменителей искусственные слезы называть можно как угодно которые собственно говоря и решают эту задачу правда каждая по-своему и так слезозаменители коллеги их только на российском рынке более 40 не скрою сам не все знаю я ориентируюсь больше по группам то есть то или иное действующее вещество запомнить это очень сложно в мире таких препаратов в три раза больше вот и поэтому опять давайте постараемся систематизировать наши знания по действующему веществу и вообще по тому составу который в этих препаратах используется и так какой же самый узнаваемый портрет слезозаменителя вот какой он должен быть давайте посмотрим сначала о том что собственно говоря мы сравниваем слезозаменителя это некий такой унифицированный портрет в любой глазной капельке будет некое действующее вещество консервант будет или не будет буферный раствор который обеспечивает PH по возможности должно соответствовать PH слезной пленки слезной жидкости электролиты которые обеспечивают тоничность раствора ну и наконец полимеры стабилизаторы и собственно говоря вода которая на самом деле где-то вот так больше всего и вот говоря об этом давайте поймем а что же мы тогда можем сравнивать или сравнивать будет там по весу молекул или там каким-то другим характеристикам но мы можем здесь извините там впасть в ересь потому что иногда вроде одно и то же название но свойства спрятанных за этим названием могут быть серьезно отличаться друг от друга и поэтому говоря о капле как таковой давайте сегодня сосредоточимся вот на действующем веществе на консерванте и на буферном растворе и вот эти три на мой взгляд основных фактически параметра мы сегодня в общем-то и с вами постараемся обсудить и так действующее вещество что лежит в основе тех или иных рецептур это некий такой подарок условно фармакологов для нас то есть каждый из фармакологов постарается синтезировать некую рецептуру которая бы максимально копировала свойства собственной слезы и в общем-то говоря увлажняла глазную поверхность и так действующее вещество которое используется в таких рецептурах одно из них это гидроксипропилгуар это вся линейка систейнов особенность этой рецептуры в том что она формирует на роговице вот такую как бы пленочку такой вот защитный матрикс по всей поверхности роговицы и конъюнктивы и удерживает в этом в этом таком вот искусственном матриксе удерживает жидкость это действительно длительное увлажнение этот препарат содержит консервант поликват пациентам старше 18 лет беременным и кормящим только по назначению врача начинаем лечение с 18 лет и отмечу что это до и после ношения контактных линз другая рецептура это совершенно уникальный подход это рецептура тригалоза действующее вещество тригалоза это растительный вот растительной природы агент и в чем его главная особенность он защищает белки и фосфолипиды клеточных мембран и благодаря этому клетка ну скажем так не высыхает такая рецептура она позволяет длительное время оставаться с клетки так скажем с водой и тем самым обеспечивает длительное увлажнение глазной поверхности эта рецептура не содержит консерванта и может быть закапана на контактные линзы кстати длительность увлажнения у этих капель одна из самых высоких но каковы скажем так тенденции от производителей слезозаменителей что сейчас более всего востребовано это конечно рецептуры на основе гиалуроновой кислоты их подавляющее большинство в тех или иных свойствах в тех или иных концентрациях но это вот скажем так главный как сейчас принято говорить тренд почему гиалуроновая кислота потому что это вещество своеобразная вот такая авоська для слезы одна молекула в состоянии удержать более тысячи молекул воды в зависимости от того конечно какая-то молекула и вот такое уникальное свойство гиалуроновой кислоты используется и косметологами и пластическими хирургами естественно в термологии тоже пришли к тому что эта рецептура одна из самых передовых и востребованных но здесь мы сталкиваемся с очень серьезной проблемой вот посмотрите на этом слайде казалось бы одна и та же концентрация гиалуроновой кислоты 0.1 0.1 0.1 но совершенно разные могут быть вязко-эластические свойства этой молекулы от чего это зависит но главное перед этим почему мы на этом обращаем внимание да дело в том что при низкой концентрации гиалуроновой кислоты низкой вязкости точнее гиалуроновой кислоты эту кислоту мгновенно удалят веки они просто ее смоют как вы знаете дворники у автомобиля и сколько бы вы не заливали глаз таким раствором особого эффекта не будет поскольку эта рецептура будет очень быстро с глазной поверхности удалена вот примерно так как повторяют дворники на автомобиле и когда мы сравниваем качество вязко-эластические свойства рецептур казалось бы много одинаково похоже но вы посмотрите вот на какой показатель на показатель результирующий и он отличается посмотрите от 0.16 до 21 вот именно это и определяет какими свойствами вязко-эластическими прежде всего будет обладать рецептура которую мы помещаем на глаз слезозаменители повторю это универсальное и безопасное увлажнение в любой ситуации в любую глазную поверхность они должны увлажнять успокаивать и приводить в состояние в общем-то комфорта и это должно быть и с профилактической и повторяя с лечебной целью задача не так проста поскольку глазная поверхность повторяю самая разнообразная и может быть у здорового человека условно здорового человека в разном возрасте после там тех или иных воздействий на глаз операций ну или просто на фоне лечения собственно говоря глазного заболевания и вот тут мы опять возвращаемся к представлениям о концентрации боюсь что офтальмологу сложно что-то рассказать коллегам вот по ту сторону экрана у вас там 11 химий вот но я постарался представить как-то некое свое видение того что же такое концентрация гиуроновой кислоты как можно решить эту проблему или занимаясь объемом уменьшая или увеличивая объем достигает изменения концентрации или что более интересно это увеличить молекулярную массу гиуроновой кислоты в природной посмотрите какие огромные колебания вот именно этим путем и идут часть производителей они используют ту гиуроновую кислоту которая при одной и той же концентрации за счет веса молекулы полностью меняет вязкоэластические свойства а значит и свойства самого препарата именно эта рецептура и легла в состав препаратов которые вы все знаете с сокращением комод то есть это именно та гиуроновая кислота которая обеспечивает искомые и нужные для глаза вязкоэластические свойства но теперь о главном уже как раз для главном для тех кто больше общается с фармакопией то есть это для наших коллег первостольников именно гиуроновая кислота которая считается эталоном для всех гиуроновых кислот которые производятся в Германии именно эта гиуроновая кислота и лежит в основе вот ее мы сделали такой вот скриншот именно она лежит в основе всей линейки комодов более того когда производители соединили два вещества а именно молекулу гепарина и молекулу гиуроновой кислоты благодаря своим свойствам этой молекулы она усиливает во много раз усиливает возможности в том числе увлажнение гиуроновой кислотой но опять повторяю в этой ситуации важно какая гиуроновая кислота находится в этой рецептуре наличие именно этой гиуроновой кислоты обеспечивает то что эту рецептуру можно использовать и у детей и у беременных женщин и у кормящих женщин и при любых вариантах контактных вязок то есть когда еще раз повторяю соединяется из кома свойства вязко-эластические мы получаем и комфорт и безопасность ну и собственно те задачи которые стоят перед увлажнением поэтому говоря о такой рецептуре и вообще всей линейки входящей в комоды это повторяю еще раз и универсальное увлажнение и безопасное препарат не содержит консерванта а в препарате использован цитратный буллер об этом мы чуть попозже поговорим можно закапывать женщинам и детям и можно капать на любые типы контактных линз теперь мы переходим тоже к более может быть деталям но эти детали очень важны хотя отчасти и доктора и может быть кто-то из коллег не всегда обращает на это внимание а это некая такая скажем основа которая обеспечивает свойства слезозаменителей это буферные растворы помните я говорил о том что мы предложим вам стать офтальмохирургами давайте вот вместе с вами вернемся на глазную поверхность повторю вот это слои роговицы это тоже достаточно сложная структура это кстати единственное прозрачное образование на теле человека ногти правда еще прозрачные но все-таки не до такой степени так вот вся поверхность роговицы и конъюнктивы она как раз покрыта слезной пленочкой и когда мы уже как доктора вмешиваемся в ту или иную структуру эпителия естественно это оставляет некоторые следы вот посмотрите что происходит при проколе роговицы для того чтобы делается дозированно очень маленький размер для того чтобы например убрать хрусталик вот какой след оставляет это воздействие на роговичке это не страшно это излечимо но вместе с тем это повреждение и это повреждение требует увлажнения собственно говоря это знают все специалисты таких операций делаются тысячами вот и ни к чему это не приводит но если этого не делать то естественно возникают большие проблемы другой способ воздействия это фоторефракционная операция когда я не совсем понимаю виден этот велет наверное нельзя подвинуть к сожалению но здесь луч лазера делает вот такой вот разрез на роговице он очень тонкий но вместе с тем все равно он присутствует и это опять же повод для того чтобы заняться увлажнением глазной поверхности но самое главное в этом вот что что же происходит когда мы так или иначе тем или иным способом вот так вмешиваемся в роговичный эпителий вот в эти клеточки а происходит то что из этих поврежденных клеточек высвобождается кальций всем нам хорошо известный элемент но когда этот кальций высвобождается он так или иначе способен и это неизбежно взаимодействовать с глазными каплями и тут опять возвращаясь к химии если в составе глазных капель будет фосфатный буфер то естественно кальций с этим фосфором соединяясь а фосфатные буферы это может быть и гидрофосфат дегидрофосфат натрия гидрофосфат натрия динатрия фосфата декидрат ну что это соединение больше знакомо нашим коллегам самое главное вот что если это все будет длительно то могут образовываться вот такие кальцификаты естественно это не хорошо и пагубно воздействует на глазную поверхность особенно при длительном лечении вот почему часть производителей их становится все больше и больше которые уходят от фосфатного буфера а переходят к буферу цитратному почему потому что соединение с кальцием с кальцием с цитратным буфером они растворимы и глазная поверхность в общем-то остается нетронутой это очень важная функция и вот именно к этому цитратному буферу одни из первых пришли производители компании Урсофарм во всех линейках Урсофарм в комодах везде использован цитратный буфер то есть именно это способствует длительному безопасному применению особенно после хирургии глазной хирургии еще один компонент о котором мне сегодня хотелось с вами поговорить это консервант консервант вы знаете это всегда некий компромисс почему потому что извне внутрь флакона всегда стремится инфекция но она вообще всегда стремится ее полно и для того чтобы как-то поставить некую преграду придумано несколько способов но повторю еще раз консервант это компромисс и в общем-то консервант нужен только во флаконе в глазу консерванту делать совершенно нечего потому что все равно это достаточно активное химическое соединение которое также будет консервировать и те клетки с которыми она соприкасается на глазную поверхность ничему хорошему это не приведет и поэтому стараются естественно избавиться от консерванта и это касается не только слезозаменителей вот пожалуйста почему это сделано вот опять повторю глоукома капли бета-блокаторов 81% практически случаев 80% случаев вызывает синдром сухого глаза это уже примерно через год-два а назначают бета-блокаторы у нас чаще всего в нашей стране по крайней мере и поэтому в том числе производители антиглоукомных капель стараются консервант убрать чтобы его не было опять повторюсь что когда на раздраженный глаз мы закапываем мы получаем еще одно раздражение и к сожалению пациент самостоятельно такое лечение отменяет или закапывает нерегулярно при глоуком это приведет к очень печальным последствиям и вот для того чтобы этого избежать и вот появилась такая рецептура аналога простагландина кафлатан без консерванта вот очень скоро на нашем рынке появится простамид бемотопрост препарат гонфорт в нем тоже не будет консерванта то есть от консерванта все стараются уйти ну по понятным причинам и поэтому можно много говорить о структуре консервантов самое главное чтобы его в общем-то не было по возможности и тогда естественно мы снимаем целый ряд проблем связанных с глазной поверхностью как можно как-то вот еще что-то рассказать о слезозаменителях словами офтальмологов тем более офтальмологов оперирующих нужно все проверять на себе посмотрите вот наш коллега офтальмохирург он измерил слезный мениск вот посмотрите на самом деле вот это вот вот это поверхность роговички вот а это века вот этот уголочек этот уголочек это собственно говоря часть слезы которая находится на глазу вот он измерил это толщину высоту этого мениска и через час после работы в операционной сделал такое же измерение посмотрите 352 то есть через час уже вот мы сейчас друг друга слушаем ну конечно слава богу там фу-фу-фу не в операционной но уже наверное так же что-то такое с испарением слезной пленки и у меня и у вас происходит но посмотрите один раз он закапывает рецептуру которая увлажняет глазную поверхность и через 4,5 часа работы в операционной было 352 347 вот наглядный итог того как защита слезной пленки помогает в общем-то выполнять собственную работу но давайте от офтальмохирургов и офтальмологов все-таки ближе к нашим сегодняшним собеседникам к первостольникам а что же для них также важно на мой взгляд по крайней мере в слезозаменителях напомню что это у офтальмолога примерно каждый третий пациент посмотрите сколько у вас в очереди народу я думаю что цифра будет похожей и поэтому эти препараты фактически ошиблись определенного возраста нужны практически всем это в общем-то уже часть вашей работы затем эти препараты назначаются без рецепта как правило и в общем-то что существенно облегчает в том числе наш с вами диалог это препараты назначаются длительно пожизненно и обеспечивают уход роговицы так же как и все в общем-то средства которые вообще нужны для ухода за лицом за чем угодно и наконец это элемент и фармакоэкономический поскольку мы предлагая слезозаменитель очень существенно можем помочь глазной поверхности на которую пациент закапывает может быть какую-то другую рецептуру итак какие же препараты порекомендовать вернемся к тому с чего я начал коллеги препараты группы слезозаменителей это препараты комфорта и даже самая рецептура лучшая со всякими там замечательными свойствами если она пациенту не подходит ее нужно поменять и добиться как раз максимального комфорта но естественно при этом желательно чтобы это было и безопасно и длительно но повторяю комфорт на первом месте и поэтому если брать некий такой собирательный образ рецептур на основе гиуроновой кислоты то действующее вещество это гиуроновая кислота препарат не должен содержать консервант или по крайней мере разные варианты рецептур в общем выбираем те которые консерванты не содержат и это должен быть цитратный буфер поскольку мы говорили о том что длительное воздействие фосфатного буфера так или иначе может влиять на клеточки роговицы вот такой некий собирательный образ для тех рецептур в состав которых входит гиуроновая кислота надеюсь как там это системно с вами обсудили и следующая наша встреча отчасти будет посвящена уже каждому из этих препаратов его свойствам и области применения и поэтому я готов теперь уже ответить на ваши вопросы спасибо так сейчас я перейду к вопросам сейчас одну секунду так ага так ну давайте так я постараюсь вот так по мере поступления итак какие капли порекомендовать для тех у кого глаза устают от компьютера часто приходят такие пациенты да действительно повторюсь при работе за компьютером в том числе вот и сейчас мы реже моргаем к сожалению мы этого не замечаем управлять этим довольно сложно мы сконцентрированы мы хотим как-то так быстрее решить ту или иную задачу или там посмотреть какой-то любимый фильм но моргаем реже и поэтому любые увлажняющие рецептуры которые были бы возраст здесь пользователя не так важен которые в общем-то принесут ему облегчение повторюсь что препараты гиуроновой кислоты сейчас на первом месте из этих рецептур и поэтому вот резонно назначить тот который будет безопасен и хорошо переноситься пациентам как такие капли закапывать в общем-то по мере необходимости если человек чувствует что у него что-то такое нехорошо то капельки такие можно закапывать и они только принесут вам радость единственное что я хотел бы уточнить коллеги если пользователь компьютера работает в очках и эти очки неправильно подобраны то тогда заменитель эту проблему не решить нужно все-таки заняться коррекцией а уже потом или на фоне этой коррекции заниматься увлажнением глазной поверхности так вот я по-моему правильно делаю я поставил так а след следующий вопрос так еще секундочку я тут а вот так да а вот я понял почему хеломакс комод наиболее вязкий но очень комфортен не затуманит а геологи вязкий создает пленку в глазах но вероятнее всего еще раз повторяю это зависит от того каковы молекулы используют те или иные производители если молекула позволяет длительно и комфортно увлажнять глазную поверхность то есть она в состоянии взять на себя большее количество молекул воды то и свойства этой рецептуры будут и более комфортными и меньше будут затуманивать зрение поэтому скорее всего речь идет о том что у каждого производителя своя молекула и та которая более безопасна собственно говоря она лучше переносится так в инструкции систейн ультра срок использования после вскрытия не более 6 месяцев ухилопарин комодок кажется тоже 6 месяцев эти препараты с консервантами за счет чего такой длительный срок использования здесь коллеги я понял значит разные способы сохранения рецептур то есть внутри флакона каждый производитель использует свой механизм сохранности действующего вещества а в систейне это все-таки наличие консерванта выходя из флакончик этот консервант разрушается но этот консервант все равно в таких глазных каплях присутствует и он обеспечивает сохранность этих капель в течение указанного срока в рецептурах комод комод это вообще система доставки там ситуация совершенно другая внутри этого флакона устройство обеспечивает полную стерильность там целый ряд там несколько барьеров так скажем предусмотрены еще одна важная особенность внутри флакона комода есть изменяющийся объем внутреннего флакона и поэтому отсутствует позыв для того чтобы инструкция инфекция попала внутрь в инструкции это все очень хорошо отображено и поэтому 6 месяцев обеспечивается как раз за счет средства доставки а внутри рецептуры во всех комодах консерванта нет поскольку повторяю он не нужен ну и собственно говоря он и небезопасен любой консервант для глазной поверхности поэтому еще раз повторяю что в системе консервант есть а в хелопарине в частности в комоде и в других комодах консерванта нет так чем гиуроновая кислота в комодах отличается от гиуроновых увлажняющих каплях ну я отчасти по моему ответил на этот вопрос отличается тем что эта кислота является стандартом для такого рецептуры для такого рода рецептуры ее вязко-эсиластические свойства существенно выше лучше чем у других гиуроновых кислот ну собственно мы об этом сегодня говорили какова безопасная и эффективная концентрация гиуроновой кислоты в слежозаменителях в стиловите ее концентрации вовсе не указана в инструкции безопасно ли его применение чем выше концентрация гиуроновой кислоты тем больше к гелю приближена эта рецептура но самые высокие концентрации это уже виско-эластики это препараты которые используют для восполнения передней камеры целого ряда других вещей и поэтому до бесконечности увеличивать концентрацию гиуроновой кислоты нельзя она просто будет мешать видеть но говоря о эффективной концентрации опять же зависит от задачи если это быстро то концентрация может быть несколько меньше если подольше нужно держать в силу лечебных необходимостей при кератитах эрозиях то мы используем рецептуры у которых гиуроновая кислота выше почему не указывает производитель концентрацию я не совсем понимаю безопасность наверное нельзя обсуждать если препарат на рынке значит он уже безопасен но вот вопрос переносимости и длительности это конечно вопрос обсуждаемый и здесь рецептур если мы говорим вот в частности о рецептур гиуроновой кислоты то длительность у каждого препарата своя максимально вот высокая от тех которых я сегодня уже упоминал так дальше подскажите пожалуйста подскажите пожалуйста если пациенту назначены капли на длительный срок на что следует обратить внимание в рецептуре препарата какие капли нежелательно капать длительно привыкание к глазным к слезозаменителям не возникает то есть если препарат хорошо переносится его можно капать достаточно длительное время если препарат справляется со своими задачами ну и слава богу давайте его и продолжать повторюсь что все-таки хотелось бы чтобы в препаратах не было консервантов и буферные растворы обеспечивали лучшую то есть это все-таки должен быть по возможности цитратный буфер потому что меньше он травмирует роговицу но все это повторяю в инструкции указано ой хорошо бы чтобы кто-нибудь систематизировал вопросы а то что часть из них повторяется так нужно ли профилактировать синдром сухового глаза при ношении контактных линз каплями с гиуроновой кислотой да нужно надеюсь я ответил конкретно вопрос только в том насколько эти капли совместимы пожалуйста в инструкции это просматривайте если капельки нельзя закапывать на контактную линзу то два варианта или пациенту придется снять контактную линзу и закапать препарат или искать рецептуру которая может быть закапана на контактную линзу какие капли порекомендовать для тех у кого глаза устают а ну это уже по-моему было это мы ответили так сама пользуюсь хилокомодом несколько месяцев не вызывают ли эти капли привыкания как часто надо их менять привыкания не вызывают это повторяю интактная практически рецептура и поэтому по мере необходимости у каждого здесь свои предпочтения кто-то предпочитает закапывать с утра если особенно работает с компьютером кто-то в течение дня но эти капельки можно закапывать и раз они вам помогают еще в такой длительный срок ну и дай вам Бог заработает так это мы ответили сколько сколько времени хилокомод увлажняет глаз мы по-моему вот продемонстрировали это на примере специалиста у него этот срок составил 4,5 часа но не менее 3-3,5 часов этот препарат удерживается на глазной поверхности вязкости его достаточно для того чтобы ее увлажнить но при этом не мешать зрению так необходимо ли для аптечки путешественника рекомендовать увлажняющие капли как защита от солнечных лучей что посоветовать от солнечных лучей я бы посоветовал козырек панамку там сомбреро в общем что-нибудь что закрывает физиономию и защищает глаза темные очки с хорошими светофильтрами но здесь есть тоже одна любопытная деталь мы не замечаем что огромное количество солнечных лучей попадает с боковых сторон за свет на роговичку это в общем-то не так хорошо и поэтому увлажнение вот в такой среде оно это необходимо и если у вас в аптечке появится такой препарат это можно только приветствовать так сейчас производители предлагают капли в монодозах как долго можно использовать и хранить уже открытый маленький тюбик Анна хочется сказать вам первое или вашим может быть пользователям пациентам сотрудникам не следует я повторю не следует хранить рецептуры в монодозах открытыми мы тоже сталкиваемся с этим постоянно пациент экономят нам заклеивают это небезопасно монодозы как раз это чаще всего тот выход который позволяет убрать консервант маленькое количество раствора и поэтому легче его сохранять не тронутым и поэтому когда написано что это монодоза она закапывается однократно это и так и нужно использовать хранение небезопасно не дай бог но такие случаи тоже к сожалению бывают когда развивается обсеменение контаминация раствора и в общем-то можно принести существенный вред собственному глазу есть ли мнение если долго капать капли с гиуроновой кислотой своя перестает вырабатываться это заблуждение это заблуждение ну во первых своя гиуроновая кислота не вырабатывается в общество в слезной пленке она вырабатывается в несколько других местах человеческого тела вот и поэтому длительное применение как раз именно почему используют гиуроновую кислоту наиболее часто поскольку она хорошо увлажняет но при этом фактически интактно если рецептура хорошо переносится то такое увлажнение может быть бесконечным так следующий вопрос будет ли хилопарин рассасывать гематому глаза да будет да это вопрос справедливый в том в той части что что касается синдрома сухого глаза да действительно на основу из гиуроновой кислоты производители как вот на елку вешают разные игрушки и вот такое удачное очень соединение очень долго ждали офтальмологи особенно офтальмо-травматологи это рецептура на основе гиуроновой кислоты и гепарина гепарин не проникая в глаз не вызывая тех или иных побочных эффектов способен рассасывать кровоизлияние как на поверхности глаза так и в общем-то в передней камере и мы широко этим пользуемся да такое свойство есть этот препарат повторяю и безопасен и в том числе хорошо увлажняет глаз следующий вопрос какие капли можно рекомендовать детям знаете детские офтальмологи и дети вот как это ни странно обделены вниманием мы с Владимиром Силовичем Брожевским это заведующий кафедрой детской офтальмологии Санкт-Петербургского педагогического университета очень много внимания этому уделяем и детям по инструкции назначать капель это можно очень немного но вместе с тем вот эта линейка препаратов о которых я говорил в том числе линейка комодов она имеет показания к назначениям и пациентам детского возраста какими каплями для увлажнения лучше пользоваться женщине в возрасте после 50 лет в период менопаузы но но особых отличий нет увлажнение может быть достигнуто любой рецептурой главное чтобы она хорошо переносилась и учитывая некие постоянные такие вот общие признаки дискомфорта особенно связанные с гормональными сдвигами я бы наверное не исключил препараты с более высокой концентрации биороновой кислоты для того чтобы еще больше усилить увлажняющий ее увлажняющий эффект но если говорить о рецептуре комодов то это хиломакс а так в целом ограничений каких-то особенных я не вижу так ага так это мы уже ответили так хилокомод на упаковке написано использовать в течении 12 недель а вы говорите 6 месяцев ну вообще-то я уверен что 6 месяцев поскольку я постоянно пользуюсь ну и собственно и назначаю пациентам вы знаете я отмечу себе этот вопрос возможно это что-то связано с инструкцией по-моему там какая-то была какой-то был период когда писали 12 месяцев ой 12 недель прошу прощения но вот все что последний где-то год наверное больше я запамятовал нет 6 месяцев точно это наверное какая-то техническая особенность я постараюсь на этот вопрос обратить внимание и его для себя прежде всего конкретизировать но 6 месяцев не 12 недель после после удаления народного тела врачи часто назначают антисептические капли мазь с антибиотиком и все рекомендовать заменители это уже наша задача в какой последовательности применять эти препараты после удаления народного тела и вообще всевозможных там травм микротравм конечно врач должен назначить лечение сам и это лечение направлено прежде всего на профилактику инфекции и воспаление вот почему назначают антибиотики антисептики но лечение этими препаратами совершенно не исключает увлажнение глазной поверхности а в какое время здесь скорее лучше с доктором решать потому что во многом это зависит от того от площади от локализации поражения но чтобы я рекомендовал сразу по порядку каплю слезозаменителя нужно будет закапывать последними и как только врач видит что ситуация нормализуется очень неплохо в эти рецептуры назначенные рецептуры рекомендовать капельки в состав которых входит декспантенол самый концентрированный это гель всем нам хорошо известный корнирогель когда он выполняет свою задачу можно использовать препараты с меньшей концентрацией когда мы восстановим эпителий на длительное увлажнение корнирогель это не совсем подходящая рецептура но препараты которые воздействуют это в том числе рецептуры комоды в состав которых входит декспантенол это будет помогать восстанавливать эпителий и причем затем и увлажнять глазную поверхность так почему после закапывания стиловита многие жалуются на некомфортность в глазах сама пробовала его капать как будто пленка но коллеги к сожалению не все повторю нет идеального слезозаменителя какие-то пациенты переносят лучше какие-то хуже вот и это все прежде всего определяется составом вероятно у вас есть какое-то недопонимание с стиловитом и он переносится не очень хорошо возможно это из-за того состава вернее из-за тех веществ которые формируют этот препарат сказать сложно но если так произошло поменяйте на более комфортный препарат и тогда все эти нежелательные явления исчезнут так почему артилак всплеск при большей концентрации гиалуронки увлажняет менее длительно чем тот же хилокомод при меньшей концентрации у них что разная гиалуронка ну коллеги здесь наверное сложно это целый в общем-то такой аспект опять нужно поднимать но опять давайте вернемся к главному в каждом каждой рецептуре вне зависимости от ее концентрации свойства гиалуроновой кислоты определяют ее вязко-эластическими свойствами чем эти свойства более скажем так компактны чем больше они соответствуют предполагаемой задаче тем длительнее тем комфортнее будет находиться препарат на глазной поверхности это вопрос выбора но вероятно здесь действительно есть отличия уже каждый производитель не раскрывает какая конкретно гиалуроновая кислота используется в его рецептуре но вероятно вот такие свойства и отличают 2-2-2 этих рецептуры так при ношении контактных линз обязательно нужны увлажняющие капли знаете с какого-то этапа да да поскольку все контактные линзы повторяю самые расчудесные они расслаивают слезную пленку они не плавают на глазной поверхности они как бы находятся внутри слезной пленки и рано или поздно вот такое воздействие приводит к истощению во-первых слезопродукция снижается во-вторых испаряемость повышается вот это не до бесконечности и поэтому мы рекомендуем пациентам с контактными линзами увлажняющие капли но повторяю те которые можно закапывать на контактную линзу препараты по возможности должны быть без консервантов и содержать цитратные буферы чтобы не воздействовать на то есть чтобы не формировались нерастворимые соединения которые будут в том числе попадать под контактную линзу и могут раздражать глазную поверхность ну вот мне подсказывают что у нас уже и время и стекло я думаю что и часть большая часть вопросов мы тоже ответили так да спасибо так простите сейчас я тут немножко посмотрю тут у меня часть вопросов и в чате давайте я хотя бы на один отвечу можно ли пользоваться разными препаратами поочередно в течение дня если речь идет о слезозаменителях то этого делать не следует почему ну в целом вреда особого нет но мы нарушаем некую логику последовательность лечения разные слезозаменители мы назначаем как правило с лечебной целью уже в более продвинутых этапах и проявлениях синдрома мозглаза когда пациенту приходится использовать и гелевые препараты и препараты низкой вязкости но это уже задача лечения если говорить об обыденной жизни закапывая разные препараты мы в общем-то ну как-то так некий хаос вносим в такую рецептуру по вот уже длительному опыту я обычно если вот мы закапали первый раз препарат и пациент его более-менее хорошо переносит с тем или иным я бы так разграничил вот закапали и пациент сразу говорит я не хочу мне это не нравится я имею ввиду пациента скажем так в начале нашего с ним общения если нет каких-то серьезных проблем такой препарат к сожалению приходится отменять сразу ну не подошел но если пациент говорит что да вроде бы неплохо то я оставляю примерно 2-3 недели для того чтобы понять насколько та или иная рецептура пациенту подходит и вот так ну обычно там один-два препарата которые по крайней мере в моей практике уже точно я знаю что минимум на них будет побочных эффектов мы на этой рецептуре останавливаемся и вот эти капельки можно капать очень длительное время ну 10-12 лет не меняя если повторяю нет никаких серьезных проблем но со временем все равно нужно такие препараты менять в зависимости от ситуации или добавлять концентрацию или менять как-то состав уже в зависимости от того какой задачей нам нужно справиться но когда мы начинаем чередовать это вот очень часто бывает как правило это девушки они приходят так вот знаете сумочку там вытряхивают там один-два-три-четыре флакона очень сложно потом разобраться какие капли переносится какие нет ну и даже собственно для глаза это тоже в общем-то не безразлично поэтому лучше оставить один-два флакончика один на рабочем месте другой с собой и это в общем-то как-то так глазу будет легче и нам понятней насколько такое лечение хорошо переносится и какой от него польза так ну это уже тут технические вопросы в ночное время нужно ли увлажнять глаза предлагаемыми гелями вопрос принципиальный и давайте-ка я прокомментирую увлажнение гелями на ночь нецелесообразно гель не в состоянии так вот долго это скорее нужны все-таки мазевые основы мазь держится дольше и потом когда веки закрыты она медленней и комфортнее взаимодействует с глазной поверхностью как вариант это препарат витапос мы его хорошо ну просто мы сегодня о нем не говорили это не гиуроновая кислота но как вариант это вот такая вот такого рода рецептура я бы очень рекомендовал коллеги внимательно знакомиться с действующим веществом к сожалению мы почему-то вот иногда видим пациенты которые на ночь закладывают тетрациклиновую мазь это нехорошо поскольку это препарат который содержит бактериостатик это снижает резистентность меняет резистентность флоры и вот такая рецептура непригодна скорее это должно быть мази мазевая основа поскольку она сработает значительно лучше чем гель можно закапывать некоторые препараты на ночь перед сном да такая рецептура есть в частности вот препараты которые воздействуют на липидный слой слезной пленки восстанавливают его и при закапывании на ночь позволяют обеспечить комфорт глазной поверхности к утру так спасибо большое так это вроде бы 5 уже у нас время коллеги давайте так отчасти мы вот эти вопросы я думаю сохраним и я постараюсь на них ответить в рамках нашего следующего разговора еще раз всем большое большое спасибо рад был всех видеть и ждем ваших вопросов до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...